Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях председатель Рязанского отделения «Союза борьбы за трезвость» Ольга Баранова. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Галина! Сегодня мы с вами поговорим о том, какие стереотипы есть в обществе вокруг так называемых исконно русских напитков – алкоголя. Но для начала давайте, наверное, расскажем зрителям о том, что же такое «Общество борьбы за трезвость». «Союз борьбы за народную трезвость» – это единственная организация, которая сохранилась после развала Советского Союза. Основал ее и величайший человек, известный во всем мире, Федор Григорьевич Углов. Кстати говоря, его занесли в Книгу рекордов Гиннесса, и нашим соотечественникам этим надо гордиться. Он был по своей профессии хирург, лечил людей и много часов посвящал тому, чтобы спасал человека на операционном столе. Но понял в какой-то момент, что борется с последствиями. И что в то время, когда он спасает одного человека, сотни людей и тысячи в России гибнут. И он на время откладывал, на месяц, на два, на три свою деятельность. Изучал статистику, исторические данные и писал книги. Очень большой у нас есть материал, благодаря Федору Григорьевичу Углову, и научные данные, и медицинские. И на основе всего этого создана наша организация «Союз борьбы за народную трезвость» и «Рязанское отделение». Сегодня мы как раз поговорим о мифах, которые существуют, о том, как люди искажают информацию из-за того, что не владеют ей полностью. И как раз давай поговорим про исторические корни. Правда ли, что алкоголь был испокон веков на Руси, и вот пьянство зародилось еще очень давно. На самом деле, то, как сейчас сильная Россия пьет, это занимает примерно 50 лет. Такой промежуток. За это время выросло 2-3 поколения. Уверенные, в том числе, как я в свое время, 8 лет назад была уверена, что алкоголь и напиться чисто по-русски – это наша традиция. Но берем данные Виктора Павловича Кривоногова, доктора исторических наук. Он, как эти данные находят, берет разные источники, три разных источника. Если данные совпадают, данные публикует. И вот, что он говорит. Оказывается, что Россия, если мы посмотрим от 50 лет назад и дальше, была одной из самых трезвых стран в Европе. Но кто об этом слышал? Мы все слышали, что это наша традиция. Такие однозные фильмы даже снимаются, как «Особенность национальной охоты», «Особенность национальной рыбалки». Мы в это верим искренне. А на самом деле никто даже не задумывался, что трезвость – это наша исконно русская традиция. Благодаря этому мы имеем большие территории. Мы их сохранили. И сохранили много населения в нашей стране. Благодаря трезвым традициям. Как ты считаешь, почему тогда сложился такой образ, особенно в казах иностранцев? Вот русский человек в шапке-ушанке, в валенках, с балалайкой и обязательно с бутылочкой спиртного. Ну, ни для кого не секрет, что сильные, трезвые русские, они вызывали, естественно, страх, потому что это люди бесстрашные, силы воли, с большим величием духа. И именно в принижении духа и внедрении ложных традиций кроется корень вот этой псевдообраза, который не обязательно даже в самой России был создан. Может быть, он увеличился и привносился даже к нам извне. Естественно, сейчас это выглядит в нашей стране так, но подумайте, 50 лет сравним с 1000 лет официальной истории. Можно ли это назвать нашей традицией, традицией нашего народа? Я думаю, нет. То есть русского богатыря просто так победить не могли, поэтому решили создать Орел, что вот он... Да, да, да. Если бы у него слабость. Для кого это не секрет, да, что так оно и делается. Расскажи, пожалуйста, сама ты когда-то употребляла алкоголь? Да. Как ты сама думала, зачем тебе это нужно? Я сама употребляла алкоголь. Это было 8 лет назад примерно. Была, как все, просто не владела информацией. И искренне верила в том, что это наша русская традиция, что я, Коля, человек из этой страны, я должна уметь, как все, пить. То есть выпить много, стоять на ногах. То есть какая-то полная ерунда, дребедень в голове. Никто мне в школе в свое время про это не рассказал, поэтому я нахожу среди рабочего времени время, чтобы посетить школы, другие учебные заведения. И рассказается правда, чтобы у молодежи был настоящий выбор, а не псевдовыбор, где выбора нет. Ты, как человек, который побывал по обе стороны, получается, расскажи, действительно ли алкоголь залог веселья? Можно ли без него прекрасно проводить время? Вот это самая интересная вещь, я ей посвящаю на своих уроках, трезвости, занятиях побольше времени. Здесь можно сравнить две ситуации. Давайте с вами посмотрим пьянку и поминки. И там, и там люди приходят в гости, видят гостей, рады им. Где-то дарят подарки, одевают красивую одежду, садятся за вкусный стол, где вкусная еда есть. Человек тоже радуется искренне, потому что он каждый день так вкусно не кушает. Садится за стол, общается, на столе стоит алкоголь. Только в одном случае люди смеются, танцуют и веселятся, а в втором, где поминки, не смеются, не танцуют и не веселятся. И тогда возникает в голове вопрос, коли алкоголь приносит веселье, веселит, радует человека. А почему же, где поминки, человек не веселится? И здесь надо посмотреть, что одинаково в этих двух ситуациях, это будет действие настоящего алкоголя. И там, и там человеку может начать кружиться голова. Да, и там, и там человеку может начаться тошнота и даже рвота. И там, и там человеку может нарушиться речь и плохо говорить слова. Там, и там человеку может начать шататься и даже упасть. То есть нарушение работы мозга. То есть получается уголокружение, рвота, тошнота, нарушение координации движения, нарушение речи, это все есть признаки отравления. Но человек почему-то эти неприятные ощущения ассоциирует с весельем часто. В чем заключается вещь? Здесь очень интересно. Можно привести эксперимент, который делал Павлов на собаках. Что он делал? Брал собаку. Собака была голодная. Привязывала ее с жгутами, чтобы она не убежала. И давал ей неприятное ощущение удар током по попе. В этот момент собака грызалась, рычала. Ей это не нравилось. Но после этого что он давал? Еду давал собаке. Собака была голодной. Естественно, кушала. На какой-то раз собака уже на удар током не сильно реагировала. Поглядывала, где еда. И на какой-то раз Павлов добивалась того, что на удар током эту боль собака радовалась. Она виляла хвостом. У нее выделяла слюна. И она получала еду, кушала еду. И даже если не получала еду, она на удар тока показывала радость. Что у нее сформировалось? Условный рефлекс. То же самое происходит с людьми. Ведь самый первый прием алкоголя происходит в компании дружеской, на каком-то празднике. Человек приходит, видит, что все радуются. Ему дают алкоголь. Ощущения и вкусовые, и какие-то внутренние, физические неприятные. Но он видит, что надо как-то веселиться. Девчонки, парни, музыка. Он начинает веселиться. И сам не замечает, как формируется этот условный рефлекс. У неприятных ощущений ассоциируется с приятными. Но мы отличаемся от собаки чем? У нас есть разум. И если мы знаем эту информацию правдивую, у нас условный рефлекс автоматически исчезает. И вот так вот оно происходит. Я тебе предложу вопросы, которые есть стереотипы в нашем сознании. А ты попробуешь подобрать для них трезвые альтернативы. Отлично. Готова? Согласна. Итак, первый вопрос. Романтический ужин при свечах. Бокал вина. Бокал глинтвейна из гранатового сока или вишневого сока. Горячего, вкусного. Праздничное застолье. Естественно, тосты, шампанское. Сдвигаем бокалы обязательно на праченном столе по нашей традиции. И играем в разные игры. Например, есть прекрасная игра. Мы складываем, пишем на бумажку свое имя, складываем в пакетик. Каждый вынимает, не говорит и делает сюрприз для другого человека. Отлично. Просмотр футбола и, естественно, спиртная. Просмотр футбола можно взять и квас. Я не видела ни одного человека, кто бы напился кваса и после футбола пошел кому-то морду бить. Сто грамм для храбрости? Храбрость, конечно, алкоголь не вызывает. Оно вызывает просто неадекватное поведение. Кстати, благодаря 100 грамм на Великой Отечественной войне мы больше понесли потерь. Поэтому для храбрости, для храбрости что надо сделать? Надо вдохнуть побольше воздуха. Представить, что ты великий и могучий, что ты все можешь. За твоей спиной великие предки, и тебе нельзя отступать. И вот это будет настоящая храбрость. Осознанная, реальная, которая не несет дополнительных потерь. И расскажи нам, пожалуйста, что же такое трезвость в классическом понимании этого слова? Над этим определением долго общество все наше думало и выработало такое определение. Что трезвость? Это естественно нормальный состояние человека. Вот мы с тобой сейчас трезвые, это нормально естественно. Более того, это полная свобода от табачно-алкогольно-наркотических самоотравлений в любых количествах. То есть если, например, наркоман периодически на Новый год или на праздник колется или нюхает наркотики, можно сказать, что он не наркоман или трезво живет? Нет. Ну нельзя. Ну то же самое, что человек по праздникам пьет алкоголь, это также нельзя назвать, что он живет трезво. Поэтому трезвый человек – это полная свобода от табачно-алкогольно-наркотических самоотравлений в любых количествах, даже по праздникам. И праздники можно праздновать очень весело. Я это знаю, я много раз их сравнивала, как мы отдыхаем с людьми пьющими, поэтому я говорю со стопроцентной уверенностью. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Надеюсь, зрители сделали свои выводы. А им я напомню, что сегодня у нас в гостях была председатель Рязанского отделения «Союза борьбы за трезвость» Ольга Баранова. До новых встреч в эфире.